Сегодня заходило в эту дверь много народа, где-то около обеда. Мы боимся просто за детей. Мужчины непонятно себя ведут, они расхватят пьяные. Мы боимся за свою жизнь. Спокойная жизнь одовой из микрорайонов Солнечногорска кончилась 1 февраля. После того, как к дому номер 15 один за другим стали подъезжать автобусы, выгружавшие иностранных рабочих. Ты посмотри, что творится. Везут и везут. Куклик привезли. Два автобуса. Оттуда шло столько народу, я даже не смогла посчитать. 300 человек или сколько в масках, в касках, в оранжевых жилетках. Они шли по дороге. Они, извините, плевались, спражнялись по этой дороге, пока дошли сюда. Выяснилось, что это вахтовые рабочие с окрестных заводов. А превратили целую многоэтажку в общагу, так как юридически её не существует. Это дом-призрак от частного застройщика. Он в муниципалитете не стоит добавить? Нет, в МФЦ мы не можем получить ни справки, ни выписки, ничего. Запитан по электрической схеме временной, то есть вот такой кабелёчек там висит, скажем так, и уже в течение 10 лет. Наш жилой дом превращён в общежитие и в хостел. Это постоянная ходьба, вот это вот, скопление народа. Во-вторых, распитие спиртных напитков и курения на лестничных пролётах. Лишь в цокольном этаже, как установила прокуратура, возбудившая несколько административных дел, живёт более 200 человек. В этом помещении, в которых расположено более 200 койко-мест для размещения физических лиц, не соответствует требованиям законодательства. Также проверкой выявлено нарушение требований жилищного законодательства, а также в сфере пожарной безопасности и санитарной эпидемиологии. Плюс ещё около 40 квартир привлечены в грязные ночлежки. В этой комнате раз, два, три, четыре, пять, шесть кроватей. По вечерам подгулявшие постояльцы выходят знакомиться с дамами. Вышла прогуляция на улицу где-то часов в 11, полдвенадцатого. Группа приезжих, человек 10-15. Кричали мне вслед. Девочка, девочка. Стойте, стойте. Ну вот, мне пришлось бежать от них. Живут вот в этих квартирах всех. Вот мебель, железные кровати, вот, пожалуйста, надписи на двери висит. Комната такая-то, мужская. Жуткая вонь, антисанитария повсюду. Только в этой квартире 16 кроватей, хуже, чем в тюрьме. А что вы здесь делаете? Работаю. Работаете где? Поваром. А? Поваром. Поваром работаете? А почему вы здесь находитесь? Не знаю. А вот это вот, что это вы греетесь обогревателями, что ли? Иначе холодно? Да. Здесь нет отопления? Не работает. Однако полиция на звонки не реагировала. Впрочем, вскоре удалось найти участкового в его собственном кабинете. И оказывается, он был в курсе. Кто? Кто гражданин Мальцев? Заявитель. А то есть вы знаете, что мы ждем полицию? Конечно. Мне сейчас сообщили. Значит, объясняю. Господа телевидения. Вот. Всю информацию. Давать я не имею права. Поэтому всю информацию вы можете получить. Да? Знаете где? Майор все же вынужден был принять коллективное заявление о незаконных хостелах в жилых квартирах дома. Алексей.